Таким осенним, но всё-таки тёплым и солнечным утром у нас сегодня в студии появился гость. Итак, Елена Асокина, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения. Доброе утро! И хочется спросить, как у вас утро? Как настроение? Всё хорошо. Я думаю, что ваша специфика деятельности способствует, потому что краеведение и туризм — это то, что всегда поднимает настроение. Да, конечно же, я очень довольна, что я являюсь руководителем такого замечательного учреждения. Наше учреждение — Центр детско-юношеского туризма и краеведения — является подведомственным учреждением Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. И, естественно, под их руководством мы детей вовлекаем в туризм и в краеведение. Насколько активно вовлекаются дети сегодня? Современное поколение. Вы знаете, вот в течение пяти лет всё активнее и активнее вовлекаются дети, потому что и здоровый образ жизни, и популяризация туризма как во всей нашей стране, так и непосредственно в Крыму — это очень такое крупное, широкое, большое направление, и мы способствуем этому. Но для того, чтобы вовлекать детей в туризм и краеведение, вы понимаете, современные дети, они увлечены гаджетами, интернетом, да. Но, конечно, наша природа крымская, я вообще очень люблю Крым, я крымчанка в восьмом поколении, и несу сама эту любовь. И вся моя команда, которая со мной работает, все наши педагоги, заведующие, заместители мои, они все тоже очень увлечённые люди. Что мы для этого делаем? Ну, во-первых, Центр детского и юношеского туризма и краеведения — это учреждение дополнительного образования Республики Крым. То есть любой ребёнок, который живёт у нас в Республике Крым, может обратиться к нам и получить данную услугу. Значит, мы работаем в двух направлениях. Первое направление — предоставляем образовательные услуги детям туристского, краеведческого и физкультурно-спортивного направления. Для этого у нас работает более 60 человек педагогов дополнительного образования. Это те же педагоги, которые работают в школе географами, учителями физкультуры, учителями английского языка. Либо у нас даже работают представители МЧС, которые нам помогают. У них там график позволяет брать небольшое количество часов и водить детей по нашим горам и вообще по нашей замечательной стране. И второе направление... То есть сначала мы обучаем, а второе направление — мы проводим республиканские мероприятия. Туристско-краеведческая направленность. Извините, перебью вас. Вот вы говорите два слова. Они где-то пересекаются. Туризм и краеведение. Все-таки есть какое-то разделение в вашем случае? У нас есть разделение. Какого плана? Можно заниматься в кружках вот такой вот общей направленности, где есть и туризм, и краеведение. Дети изучают родной край и в то же время посещают, имеют определенную физическую подготовку для того, чтобы ходить по горам. То есть это определенное преодоление себя, это определенная физическая нагрузка. Есть кружки чисто спортивного туризма, когда под руководством педагогов дети учатся работать с веревками, жумарами, карабинами. Преодолевать узлы обязательно, конечно. Преодолевать природные преграды, препятствия. Ну и тот же самый быт, ориентирование на местности. У нас в этом году достаточно большое количество педагогов-ориентировщиков, которые имеют определенные регалии. Это мастера спорта занимаются с детьми. Ориентирование на местности, вот это основной вид их деятельности. Я считаю, что ориентирование тоже очень интересно. Ты не только бежишь физически, но ты еще должен по карте ориентироваться, понимать структуру природы. А вот, тем не менее, краеведение все-таки наука. Пишут ли у вас, дети, какие-то научные работы по краеведению? Да, у нас, ну вот я хотела сказать, что все наши мероприятия, которые проводим под руководством Министерства образования, они имеют определенную структуру. То есть это муниципальный уровень, республиканский уровень, это мы, и мы отправляем детей на всероссийский уровень. И в зависимости от этого есть системообразующие в Российской Федерации мероприятия, в которых мы принимаем участие. Это отечество, краеведческое мероприятие, краеведческую олимпиаду мы проводим, и называется у нас патриотическая конференция «Крым – наш общий дом». Елена Анатольевна, к сожалению, у нас осталось буквально 30 секунд. Я вас очень прошу рассказать, как вас найти, чтобы после нашего эфира к вам просто поток школьников ринулся. Мы находимся на улице Турецкая, 8. Кроме того, у нас есть турбаза, которая находится на улице Крылова, 75. И на следующий год, я все также повторяю, благодаря Министерству образования Наталье Георгиевне Гончаровой, нам выделены средства на ремонт, капитальный ремонт Крылова, 60. Здесь мы будем делать учебный центр, где и будем непосредственно заниматься с детьми. Кроме того, у нас еще есть канатный городок и скалодром. Все родители могут обратиться к нам и записать детей в кружок. Кроме этого, нам еще для того, чтобы ребенок нормально пришел и занимался в кружок, естественно, должна быть справка от педиатра. То есть мы следим за безопасностью. Спасибо большое. Будем надеяться, что все больше и больше будет идти, приходите именно к вам. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Елена Осокина, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. И о том, насколько красота важна, и какие мероприятия именно на эту тематику проходят на нашем Крымском полуострове, узнавал наш корреспондент Александр Кононов.